Доброе утро, дорогие мои друзья! Среда, 20 июля, середина недели. Самая середина. Самая середина. Середина лета. В общем-то, почему не повод, так сказать, встретить этот день? Чем не повод встретить этот день? В хорошем настроении, так сказать, в бодром, приподнятом состоянии духа. Ну, если у кого-то что-то с утра, может быть, не так пошло, но мы сейчас с Полиной эту ситуацию постараемся исправить. В общем, в эфире программа «Про утро». Просыпайтесь, дорогие друзья, будет интересно. Мы, как всегда, делимся с вами хорошими новостями. Ну, как уже Денис сказал, заряжаем бодростью и позитивом. Так, ну что, дорогие мои, 20 июля, ну, кроме того, что это середина лета, чем-то еще примечателен этот день, Поль? Ну, конечно, примечателен. Любой день чем-то примечателен. У нас такая богатая и мировая история, история нашей страны, что в любой день есть что рассказать. Например, 20 июля во всем мире отмечают Международный день торта. Ну, как сказать, может быть, не все знают об этом празднике, но те, кто знают, его отмечают. Праздник этот посвящен не торту как таковому, а он посвящен дружбе, миру между людьми, между народами, между семьями, между друзьями. И дословно он называется IKQ, что в переводе значит «я приду к тебе с тортом». Мы действительно с чем, как ни с тортом и чаем отпраздновать мир и дружбу. И впервые этот праздник отпраздновали, вообще его придумали в 2011 году, Миланский клуб «Королевство любви». Да, есть такой клуб, это такой союз творческих людей, музыкантов, кулинаров, писателей. Но, Полин, я не перестаю на тебя удивляться, я вообще не понимаю, где ты эти праздники находишь. У тебя что ни день, то какой-нибудь кулинарный праздник. Если мы с тобой начнем отмечать все праздники, которые ты находишь, мы скоро в камеру помещаться не будем. Но вообще, на самом деле, действительно, праздник очень интересный, хоть и сравнительно молодой, с 2011 года, да? Да, да, его придумали в 2011 году. И вот ты знаешь, я тебя сейчас удивлю, наверное, но у нас в округе про этот праздник знают. Вот, и не просто знают, но его и отмечают. И где бы ты думала, его отмечают? В нашем любимом клубе «Активное долголетие». Да. Это очень логично. Чем, собственно говоря, наш клуб «Активное долголетие» хуже... Королевство любви. ...как Миланского клуба «Королевство любви». Я думаю, что лучше. А у нас Одинцовский клуб «Королевство любви». Значительно интереснее, чем какой-то там Миланский клуб «Королевство любви». У нас есть свой замечательный клуб, где действительно собираются люди, которые и творческие, и кулинарные мастера, и многогранные, которые взаимодействуют между собой. В общем-то, собственно говоря, сама суть этого клуба, она олицетворяет этот праздник. Если, как ты говоришь, день торта – это только одно название. На самом деле это, ну, можно сказать... День дружбы. День дружбы. День мира, да. Поэтому в клубе «Активное долголетие» этот праздник отмечается каждый день. Ну, а вот конкретно день торта там тоже отмечают. Давайте посмотрим про этот праздник и про его отмечание в клубе «Активное долголетие» наш репортаж. И возвращаемся в студию. У нас для вас много всего интересного. В дом заходите, всех приглашаем. Году стоит на столе самого. Хор «Сударушки» открывает праздник торта в Одинцовском клубе «Активное долголетие». Задорные песни и частушки настраивают гостей на дружеское чаепитие и дегустацию домашних лакомств. В советское время пекли из того, что было в доме. Что-то было трудно достать, но все равно были очень вкусные пироги, торты. И сейчас они не отстают. Пирог тыквенный с грецким орехом, русский каравай, торт киевский, ягодный, зимняя сказка. 11 участниц клуба представили на конкурс свои кондитерские шедевры, креативно подойдя к их презентации. Кто-то рассказал историю появления торта в жизни семьи, другие подготовили творческое выступление. И абсолютно все поделились друг с другом рецептами. Старания участниц оценила и конкурсная жюри. Испечь там трехслойный торт из безе, из каким-то необычным кремом, еще сделать сказочный домик, ну, наверное, это профессионализм. Участников и гостей праздника могло быть и больше. Однако долголетые строго соблюдают меры эпидемиологической безопасности и надеются, что в следующий раз смогут попробовать новые интересные блюда. Ведь конкурс оказался настолько оригинальным и самобытным, что решено было сделать его традицией. Ну, а еще сегодня, дорогие друзья, Денис, день дневного сна. Ой, это мой любимый праздник. Да, я знаю, Денис. Надо сказать, что дневной сон очень полезен. Он снимает напряжение, снимает усталость, раздражение. К тому же, в послеобеденное время активность головного мозга снижается. И поэтому уже в прогрессивных компаниях руководители этих компаний, они такой сон даже поощряют. Чтобы работник после обеда, поспав немножко, еще лучше работал. Твои бы слова нашему руководству в голову бы вложить, чтобы у нас был тут у всех дневной сон. Я думаю, что сейчас со мной все в студии согласятся. Но нам остается об этом только мечтать. А вот, например, у японцев дневной сон поощряется. Да, и называется он, я сейчас тебе тут выписал японский язык сложный, инэмури. Так вот, друзья мои, это такая история, когда, собственно говоря, в переводе инэмури означает присутствовать и спать. Вот. То есть, это такая история, когда человек на работе, ну так, или, может быть, в общественном транспорте где-то, переезжая с одной точки работы на другую, так раз немножко и прикорнул. Для японцев это значит, не то, что человек лентяй, как в нашем обществе могло бы показаться, да, а вот в японском обществе это считается, что как раз наоборот человек трудяга и мало спит и много работает. И вот выкрадывает небольшие моментики в своем дне рабочем, да, когда можно вот так вот прикорнуть и поспать. Ты знаешь, подобную историю я и с собой, и со своими коллегами наблюдал в армии. Вот там действительно любое мгновение, когда ты чем-то не занят, когда ты можешь отдохнуть, ты раз прислонился на стульчик или даже стоя. Стоя, спишь стоя, как боевая лошадь. Да, 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 и раз прикорнул. 10-15 минут, потом раз, и опять в строй. Вот. Но на работе у нас не рекомендуется. Не практикуйте эту историю, как у японцев, друзья мои, то получите строгий выговор от своих руководителей. Но вообще спать полезно. Никогда не забывайте об этом. И качество сна напрямую влияет на вашу и трудовую деятельность, и работоспособность, и на ваше физическое состояние, на ваше психологическое состояние. Поэтому спите сладко, спите крепко и спите достаточно, а не урывками. Вот такая у меня к вам ко всем рекомендация в день сна. Ну, а вообще всех нас поздравляют с днем сна, потому что это наш общий праздник. И я всех поздравляю. Только немножечко хотела добавить. Денис прекрасно сейчас рассказал про свои армейские годы. И все сейчас, как сказать, солдаты вот так вот... Вспомнили. Да, да, да. Смахнули скупую слезу, согласились с тобой. Я хотела бы сказать еще, что, безусловно, служба в армии этим славится. А еще молодые мамы в первые полгода после рождения ребенка спят не то, что стоя. Они спят, они идут и спят. Они делают кашу и спят. Там подогревают бутылочки. У меня просто двое детей, и я через это два раза прошла. Я понимаю, что пока ребенок маленький, он не дает часто спать ночью. Ты можешь спать, разговаривать и спать, готовить и спать. То есть делать это параллельно. Ну, я с тобой согласен. Нам, мужчинам, женщинам не дано понять, как можно быстренько спать, стоя в строю, когда есть на это время. Также нам, мужчинам, не дано понять, как это быть молодыми мамочками. Ну, в общем, у каждого свои, как говорится, проблемы в жизни случаются, и у каждого свое решение этих проблем. Но спать, еще раз повторяю, надо. Это очень полезно для нашего с вами здоровья. Так что спите, друзья мои, крепко и сладко. Ну, давай дальше двигаться. А то мы тут все уснем сейчас. Еще чем порадовал нас день 20 июля в мировой истории? Перехожу к самому главному. 20 июля. Международный день шахмат. Этот праздник проводят по решению ФИДЭ. Это шахматная ассоциация, международная шахматная ассоциация. И первый раз этот праздник провели в 1966 году. А шахматная ассоциация ФИДЭ, кстати, существует с 1924 года. Но провели этот праздник, придумали, учредили в 1966 году. И совпадение в этом году. Его отмечают как раз 66-й раз. Ну, такая кругленькая, надо сказать, себе дата. Да, и вот действительно 66 лет этому празднику. А вот как ты думаешь, сколько самой игре лет? Ты меня сейчас прям застал врасплох, Денис. Я думаю, что много. Но сколько, не знаю. Много это понятие растяжимое. На самом деле шахматы – это одна из древнейших игр, существующих на нашем земном шаре. Ей около полутора тысячи лет. Ну, наверное, старейшими предками такой игры, как шахматы, считается индийская игра Чатуранга. Вот, заимствована она была у персов. Вот, а название игры как раз переводится, вот не с индийского, очень многие считают, что шахматы – это индийская игра. Нет, это персидская. Ну, из Персии. Истоки, да, из Персии. Из Персии пришли. И именно с персидского языка шахматы переводится как «король умер», «шахмат». «Шахмат», то есть «король, мат, умер», «шахмат». Да, да, да. Так что, друзья мои… Поэтому там короли, дамы, ферзи, кони. Дам нету. Твои познания в шахматах меня, честно говоря, удивляют. Ферзи, кони. Ферзи – это та самая дама, которую ты назвала. Может быть, ты имела в виду королева? Вот, как писали наши великие Ильфы Петров, Остап Бендер. Позорно, Ферзя назвал королевой. А ты еще ниже опустился, и королеву назвала дамой. Ну, ладно. Тенис, я действительно про шахматы, я не умею играть в шахматы, и знаю не очень много об этой игре. Ну, как-то вот обошла моя эрудиция эту область. Но зато у меня есть любимая работа, наш прекрасный телеканал УТВ, чтобы пополнять, дорогие друзья, не только ваши знания, но еще и немножечко свои. Ты знаешь, я сам в шахматах не силен. Ну, в детстве как-то пробовал, родители показывали. Знаю, как ходят фигуры, знаю какие-то примитивные даже схемы. Но в целом назвать себя не то, что игроком, гроссмейстером, игроком даже не могу, конечно, в шахматы. Я больше в шашки любил играть. Вот с мамой играли с удовольствием в шашки, я помню, в детстве. Ну, вообще, кстати, игра-то международная. Игра, любимая многими и интересующая многих. У меня очень много знакомых, коллег, друзей, которые эту игру обожают и совершенствуются в ней, и разыгрывают партии великих гроссмейстеров даже. То есть это игра такого мирового масштаба. Недаром она входит и в состав олимпийских игр, и считается официально спортивной игрой. Что там говорить? Извини, прошу прощения, что я тебя перебила. Что там говорить? Поголовно сейчас все театры ставят спектакли о шахматах. Даже в творчестве. В творчестве отразилось. Отразилось, особенно вот в последнее время. Действительно, шахматы прямо будоражат сознание многих словев населения, скажем так. Но что нам до, так сказать, до всего населения? У нас есть свой любимый округ, и мы задались вопросом, а как наши горожане и жители Одинцовского округа относятся к этой игре? И провели данный опрос среди жителей нашего округа. Смотрим результаты этого опроса в нашей рубрике «Про опрос». Всем привет! И сегодня мы узнаем, как Одинцовцы относятся к такому виду спорта, как шахматы. И играют ли они в них? Я вообще не разбираюсь в шахматах, ни туда попали. Вообще не играют. Как вы думаете, они популярны сейчас? Конечно, это умная игра. Сын играет. Сын. Тесть играет. Да. Друзья некоторые играют. Ну, тоже так, для себя, в удовольствие, что называется. Я думаю, это анахронизм примерно, как вот кавалерия. Ну, прям бума, наверное, нет, но шахматы всегда интересная игра. Дома играл. С тем. С сестрой. Кто-то играет в узком семейном кругу, кто-то ходит на дополнительные занятия, а кто-то и вовсе смотрит лишь соревнования. С вами была Мирослава Шматкова. Всем пока! Ты знаешь, мне теперь еще больше захотелось научиться играть. Мне как-то стыдно. Наши жители играют, а я нет. Ты знаешь, ты меня напоминаешь героиню фильма «Самая обаятельная и привлекательная». Сказала актриса Ирина Муравьева. Сказала, какая интересная игра. Хочу научиться. Герой Александра Абдулова сказал, похвально, клюй его, но вряд ли осилишь. Это что сейчас было? Ничего, ничего личного. Просто, ну, вообще, как бы издревле считалось все-таки шахматы – это мужская игра, потому что она требует аналитического ума. Женщины более ветренны, более поверхностны. Но в этом ваша прелесть, милые, дорогие, красивые. Оставайтесь такими. Не надо, пусть думают мужчины. А вы живите и наслаждайтесь жизнью. Я считаю, что это будет правильно. Но тем не менее. У меня несколько подруг. Ну, не подруг близких, но знакомых. Девушек-грассмейстеров, Денис. Это я сейчас в защиту женщин говорю. Пожалуйста, я не возражаю. Еще раз, чтобы не приняли меня за сексиста. Нет, ни в коем случае, естественно. А подожди, не появились. Я за равноправие абсолютно. Ну, раз уж вы так настаиваете, милые дамы, то давайте посмотрим нашу рубрику про спорт. Собственно говоря, она у нас обычно посвящена каким-то активным видам спорта. Да, где можно размяться, побегать, попрыгать. А сейчас интеллектуальный. А сейчас, да, будет с интеллектуальным уклоном в честь Дня шахмата. Это рубрика про шахматы. Смотрим. Играет белыми. Густинов Сергей играет черными. Рокировка, шах и мат. Перед началом игры участники вспоминают все шахматные термины и правила. В Одинцовской библиотеке номер один состоялся праздничный турнир «Ход конем». Это международный день шахмат сегодня, 20 июля. Пошло это с 1966 года, поэтому сегодня ровно 55 лет. Такой турнир у нас проходит впервые, но я надеюсь, что это будет на постоянной основе. У игроков полтора часа интеллектуальной игры. За это время можно научиться новым ходам и стратегиям, признаются участники. Интересная головоломка собрала шахматистов всех возрастов. Здесь сегодня будут играть и дети, и взрослые. Турнир абсолютно свободный, доступный для всех умеющих играть шахматы, для всех шахматистов. Мы постараемся провести это весело, интересно и чтобы все остались довольны. По словам тренера, научиться играть можно в любом возрасте. Главное понимать, какая фигура на доске самая главная и какова конечная цель партии. Так, я забыла, как он ходит. Сюда, да, наискосок по диагонали, так, конь сюда, и по эфирзем забираете. Вот так, да? Да, все, шах и мат, вы победили. Вот уже научились ставить детский мат буквально за пару минут. Итоги турнира подведены, партии сыграны. Очень интересный сюжет, надо сказать, получился. Я много нового узнала о шахматах и теперь еще больше хочу научиться играть в эту игру. Полин, ну сегодня твой день, потому что у тебя есть возможность, уникальная, я бы сказал, возможность. И, кстати, не только у тебя, но и у наших дорогих телезрителей пообщаться с настоящим гроссмейстером. Да, дорогие мои, сегодня у нас настоящий шахматный гроссмейстер Станислав Бабарыкин, шахматист, мастер Фиде, член сборной команды России, чемпион шахматной олимпиады ABCA, это федерация шахматистов для слабовидящих, если я точен, но меня поправят. Итак, вот он чемпион шахматной олимпиады по версии ABCA 2017 года, чемпион мира 2018 года, чемпион России 2019 года, серебряный призер чемпионата Европы 2019 года. И я так думаю, что это не все его регалии, но мы сейчас расспросим Станислава более подробно. А вместе с ним пришла Галина Вартанян, главный тренер физкультурно-оздоровительного клуба для спортсменов-инвалидов Одинец. Вот. Здравствуйте. И у нас сегодня замечательные гости. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, друзья мои, ну, хотелось бы, конечно, начать со Станислава. Станислав, ну, во-первых, я все ваши регалии перечислил или что-то еще есть? Я знаю, что что-то еще последнее какое-то, что-то вау-вау. Станислав чемпион России 2021 года, но самое главное, чемпион всемирной шахматной олимпиады для слабовидящих 2021 года. То есть первый раз он в 2017 году стал чемпионом олимпийских игр. То есть он действующий чемпион. Совершенно верно, действующий. Раз в четыре года проводятся эти самые крупнейшие соревнования по шахматам среди слабовидящих спортсменов. И вот Станислав уже второй раз в составе сборной команды России становится чемпионом. Ну, я могу сказать только, что для нас большая честь сегодня находиться с вами в одной студии, Станислав. Ну, как давно вы увлекаетесь шахматами? Откуда такая страсть? Откуда такая любовь? И откуда такие регалии? И что нужно сделать, чтобы стать чемпионом? Страсть у меня, ну, наверное, просто обстоятельства вынудили заниматься шахматами, потому что проблемы со зрением есть от рождения, а чем-то заниматься спортом, конкурировать и побеждать хотелось. То есть, ну, и те виды спорта, где физическая нагрузка присутствует изначально, были недоступны, как бы нет. Ну, серьезно заниматься было невозможно. Вот, и поэтому становились только интеллектуальные виды. Ну, и как-то были... А в каком возрасте-то вас родители привели? Ну, у меня просто все помогали. У меня дедушки играли. Ну, не профессионально, но хорошие любители, да. То есть, играть и знать какую-то шахматную логику могли, ну, на довольно неплохом уровне. Вот, и так как я раньше проводил каникулы у дедушки, это было на Кувинке. А дедушка сам технарь по образованию, кандидат технических наук, и в шахматы он тоже играл. Ну, очень такой вдумчивый был человек, и как-то вот говорит, Стас, попробуй поиграть. Ну, мне сначала предложили шашки, ну, как упрощенную модель. То есть, там все однообразно, в шахматах функций и фигур гораздо больше, и фигур больше. Ну, шашки вроде как получилось уловить на лету. Ну, а потом он говорит, бабушка со мной в шашки поиграла, говорит, вот вы попробуйте. А потом показали шахматы. Ну, доску поставили передо мной фигуры, но он тоже как-то так увлекся. То есть, не было такого отторжения. Ага, и поняли, что, ну, можно, значит, здесь пробовать двигаться. Раз, как бы, элементарные какие-то логические действия смог уловить быстро, потом меня и в секцию отдали. Станислав, скажите, а вот попробовали играть в шахматы, научились, и сразу все, и заболели буквально этой игрой? Или как-то еще потом оставляли, потом к этому возвращались? Как вообще вот развивалась ваша любовь с шахматами? Да, наверное, больше не оставлял. Ну, просто это склад такой темперамента должен быть, чтобы все в это погружаться. То есть, ну, от человека зависит кто-то более подвижный, кому-то сразу нет. То есть, ему более что-то такое. Нужно там танцы. А вот у меня такой склад. От склад ума должен быть. То есть, вы, получается, у нас вообще гроссмейстер уже во втором или там поколении, да, если брать дедушек уже даже в третьем, наверное. Дедушка непрофессиональный. Ну, это не важно. Да, не важно. Но шахматист уже династия, да, шахматистая династия. Денис, дорогие, я хотела бы посмотреть сюжет, который у нас сняли наши коллеги о Станиславе, и потом вернемся в студию. Смотрим сюжет. В интеллектуальном спорте он настоящая звезда. Станислав Бабарыкин, будучи маленьким мальчиком, мечтал посвятить свою жизнь спорту. Но из-за слабого зрения выбор был невелик. Тогда на его пути появились шахматы. Когда мне показали, как-то так сразу вдохновился, сколько там возможных комбинаций, хитросплетений, много фигур, каждая со своими возможностями. Это как действительно такой уменьшенная модель мира для меня. То есть это и элемент научности, изучения теории, шахмат, стадии партии. Азарт и соперничество мотивируют Стаса достигать высот. Он пятикратный чемпион России. Чемпион мира среди всех категорий шахматистов с ограничениями. Победитель Всемирной Олимпиады. Второй призер онлайн-паралимпиады Фиде. Хочу стать именно чемпионом мира по слабовидящим, по главной версии, выполнить норму гроссмейстера. И международный рейтинг планку 2500 преодолеть хотелось бы. Такие вижу для себя реальные цели. Залог успеха в шахматах – постоянный прогресс. Чтобы его добиться, важно брать планку выше, уверен Стас. То есть, если играть с равным себе, вы, скорее всего, как шахматист, так и останетесь на этом же уровне. То есть, вот эти подвижки, они будут незначительны. То есть, шахматы тем хорошо, что можно играть соперником, который тебя на 300 пунктов рейтинга выше. Хорошее воображение, память, аналитические навыки, умение провести партию в уме. Шахматы позволяют развить поистине уникальные способности и могут стать настоящим призванием для тех, кто упорно идет к цели. Ну что, напоминаю вам, это программа «Про утро» на телеканале ОТВ. У нас сегодня настоящий шахматный гроссмейстер, чемпион всевозможных шахматных олимпиад Станислав Бабарыкин. Станислав, у меня вот такой вопрос. Вообще, вот сколько нужно прикладывать усилий, времени для того, чтобы стать настоящим профессиональным шахматистом и гроссмейстером? Сколько нужно тренироваться? Как воспитать гроссмейстера? Расскажите нам. В себе. В себе, но, может быть, и в своих детях. Тренироваться много. Это, наверное, склад, компонент должен быть. То есть, ну, прежде всего, аналитический склад ума. То есть, ну, чтобы тебе было интересно этим заниматься, потому что для многих шахматы, ну, как бы настольная скучная игра. То есть, и... Ну, вот вы конкретно, прежде чем стать гроссмейстером, вы же прошли какой-то определенный путь становления. Вот сколько времени у вас занимало это? Вы каждый день занимались шахматами? Поскольку часов в день? Может быть, какую-то нужно было литературу читать? Я вот, например, в этом, ну, полный профан. Я вот не знаю, как... И в шахматы-то особо играть не умею. Нет, ну, я знаю, как ходят разные фигуры на доске. Вот, но для меня просто это совершенно, ну, прям... Это вот прям не мое от слова совсем, что называется. И мне интересно, сколько нужно времени посвящать тому, чтобы воспитать и в себе, а, может быть, в своих детях гроссмейстера? Ну, по-хорошему этим надо просто жить. Жить? Ну, то есть, да. Постоянно этим заниматься. А сколько часов в день вы играете в шахматы? Ну, вот так, навскидку. Сейчас? Да. Ну, какие-то партии, там, онлайн, в интернете где-то смотрю какую-то литературу каждый день. Ну, часа по цири, наверное, это получается. Хотя это не много. Вы каждый день уделяете этому своему увлечению? Или это уже для вас профессия? Профессиональное, конечно. Время, да? Ну, я так понимаю, чтобы достичь каких-то успехов, в любом случае каждый человек, будь то профессионалом или нет, должен уделять каждый день, хотя бы по несколько часов, этому виду спорта. Тогда будут результаты и будет такой вот успех. Станислав, скажите, а шахматисты, они как-то готовятся к соревнованиям? То есть, вот как спортсмены, допустим, перед важным матчем или перед важным состязанием всегда у них идет усиленная тренировка. А у шахматистов так же? То есть, вы днями напролет, иногда ночами занимаетесь, продумываете какие-то партии, ходы? Готовятся очень серьезно. То есть, вот, ну, чтобы на высшем уровне готовиться, это часов по 6-8 в день. У всех шахматистов в основном команды тренеров, которые помогают готовиться им именно вот к соревнованиям. То есть, ты сам, и у тебя еще там по несколько помощников, вот, которые тебе, ну, во всех стадиях игры помогают. Плюс к этому работают над психологией. То есть, там есть психолог, там, ну, физической подготовки шахматистов. А соперников разбираете? Их, вот, психологический портрет, их стиль игры? Безусловно. Безусловно. То есть, прям как вот в любом виде спорта, да, профессиональном, там, будь то бокс, я не знаю, футбол или хоккей, разбирают соперников. Это очень интересно. Ну, Галина, хочу к вам обратиться. Ну, наверное, надо начать с того, чтобы вы, наверное, рассказали немножко нам о вашем центре «Одинец», да, чем вы занимаетесь, какие у вас ребята там, какие успехи. Какие дисциплины. Дисциплины. Да. Наше учреждение является муниципальным, казенным. И оно существует уже с 2004 года. Я пришла в это учреждение работать в 2014 году, вот вместе со Стасиком так получилось. Прямо вместе. А вы были знакомы до этого, да? Нет, мы не были знакомы. Да, мы познакомились в «Одинце». Вот, и вот клуб немножечко был тогда разобран, скажем так. Мало людей было, но и, слава богу, получилось так, что мы совместно с комитетом по физической культуре и спорту приложили некоторые усилия к этому. Вот. И уже по прошествии восьми лет, уже девятый год я работаю в клубе в должности главного тренера, наш клуб посещают более двухсот человек, как взрослые, так и дети. Более того, вот есть у нас не только массовые занятия для простых ребят, простых ребят-инвалидов, и взрослых, и детей. А есть у нас также вот такой контингент спортсменов, как Станислав. Это спортсмены высшего спортивного мастерства. У нас есть лучники. Чемпионы мира, чемпионы Европы, чемпионы России многократные. И вот даже член нашего клуба Наил Гатин участвовал в Паралимпийских играх в Токио. И я хочу заметить, единственный спортсмен, вот, если брать, если говорить и об обычных спортсменах здоровых, вот, и паралимпийцев единственный от нашего городского округа, кто выступал в Токио на Паралимпийских играх. Выступление у него очень успешно прошло. Он первый раз был, и из 36 участников он занял девятое место. К сожалению, в одной восьмой финала, внимание, он одно очко проиграл будущему чемпиону Паралимпийских игр. Обалдеть, это очень серьезно. Да, немножечко не хватило удачи. Предсказуемость, да, и удача, конечно. Скажите, я правильно понимаю, что Станислав уже, ну, скажем так... Спортсмен-инструктор. Нет, я не это хочу спросить, что становление Станислава как профессионального спортсмена, гроссмейстера, шахматиста, оно произошло уже в вашей организации, в Одинце, да? Вы знаете, ну, отчасти, отчасти, потому что Станислав к нам уже пришел опытным игроком. Нет, ну, игроком он опытным, но, судя по его регалиям, все это уже он заслужил. Но высшие свои достижения, конечно, вот те же Олимпийские игры шахматные в семнадцатом году, а я считаю, что это высшее было вот на тот достижение. Сейчас уже Стасик повторил свой успех. Да, наверное, так и есть. А в каком году, Станислав, вы попали, пришли в Одинец? И как вообще вы пришли? В 2014-м, ну, получается, директор Одинца... Александр Сергеевич Халевов. Да, Александр Сергеевич Халевов, извиняюсь, мы просто были знакомы, то есть я, когда меня отдали в секцию на улице Неделина, там был Михаил Григорьевич Бенч, и потом, ну, то есть вся шахматная федерация Одинцовского района, Николай Алексеевич Уваров в те годы, это был председатель, то есть Бенч, это мой тренер был первый, а Николай Алексеевич Уваров, он был председателем. Ну, то есть направлял Одинцовских шахматистов на соревнования различного уровня, и вот он с Александром Сергеевичем был знаком просто. И то есть когда... Посодействовал, так сказать, вашему появлению в Одинце, да? То есть для меня вот Александр Сергеевич Халевов, ну, я понял, что я этого человека знаю, то есть он меня туда вот как бы предложил устроиться. Я понял, что человек это не чужой, ну и, конечно, согласился. Станислав, вот в 2014 году вы пришли в Одинец уже в качестве сотрудника, насколько я поняла, ваша должность называется спортсмен-инструктор. Скажите, пожалуйста, что входит в ваши задачи, в ваши обязанности, что вы делаете? Ну, я выступаю на соревнованиях, то есть моя главная задача – это как можно выше занимать места на соревнованиях. Безличного уровня, да. Ну, что вы с успехом и делаете, собственно говоря. И прославлять свой клуб, свой округ, свою страну. Да, что вы делаете с большим успехом. Станислав, ну, вот вы сказали, вас когда-то в шахматы дедушка привел, а у вас нет желания передавать свой опыт, делиться своим опытом, может быть, на какую-то тренерскую работу перейти, может быть, в перспективе спустя какое-то время, когда уже все регалии возьмете. Не думали никогда об этом? Ну, да, конечно, я как закончу активную свою деятельность спортивную, я в дальнейшем с удовольствием бы передавал свой опыт будущим поколениям. Да, планируете перейти на тренерскую работу. Станислав, расскажите о вашем образовании. Какое у вас образование? Наверняка техническое. Нет, первое у меня гуманитарное, психологию закончил. Получается, поступал в АГУ в 2011 году. Это был Одинцовский гуманитарный университет. Четыре года отучился на бакалавриате факультет психологии. И потом дальше там продолжил обучение. Неожиданно он стал филиалом ГИМО и поступил дальше туда, в магистратуру. Получается, специальностью у меня было консультирование людей. А по специальности не работали? Нет. Станислав, а скажите, почему психология? Почему выбрали? Было, опять же, интересно. То есть, что это за кое, что делает психолог, психолог, зачем нужны психологические тесты, как их интерпретируют. Ну и поэтому, когда думал, куда поступать, там, математику, информатику, вроде экономика, менеджмент, все это. Их очень много, вот. Ну и наборы группы большие. Когда выбирал психологов, смотрел, думаю, по 10-11 человек поступающих, абитуриентов, думаю, интересно. Надо попробовать психологию. Ну и у самого какая-то такая заинтересованность была. Решил пойти. То есть вы такой немножко авантюрист по жизни, да? Попробую на психологию. Интересно, конкурс большой, пройду, не пройду. Такой спортсмен, да, самый настоящий, что называется. Всегда ставлю цель и добиваюсь успеха. Станислав, скажите, а знания психологии помогают в жизни? Как-то применяете на практике? И в игре, кстати. Стараюсь, так скажу. Ну, то есть, ну, знания, они, безусловно, есть, но по специальности дальше работать не пошел. Понял, что это, ну, не совсем мое. То есть образование, оно больше для себя. То есть, вот. Ну, Станислав профессиональный спортсмен, соответственно, его профессия – это шаг. Перестраиваться и консультировать людей. Я понял, что это очень ответственно, не совсем подходит мне по, как бы, опять же, темпераменту. Зачем мне заново, по сути, менять свою профессию, когда она уже есть. То есть, это запутствующая шаг. Да, а вот, ну, со Станиславом понятно. Великий спортсмен нашего округа. Есть, вы сказали, лучники. Расскажите еще про каких-нибудь спортсменов, которые у вас занимаются, профессионально занимаются и прославляют наш округ. Есть нам еще кем гордиться? Конечно, конечно. Это группа лучников. Мастера спорта международного класса. Наиль Гатин, которого я уже упоминала сегодня. Мастер спорта международного класса. Игорь Мешков. Мастер спорта Лилия Рашитова. Мастера спорта Алексей Селичев. И Андрей Наумов. Всех их тренирует мастер спорта международного класса Андрей Викторович Абрамов. В свое время член сборной команды России. Участник Олимпийских игр в Пекине. Группа очень сильная. Тренируются они в Голицыно, на базе первой школы. Да. В зимнее время очень помогает упомянутый Стасиком МГИМО, филиал МГИМО. У них есть манеж футбольный. И они любезно нам предоставляют лучникам его как тир. Мы его используем там на 50 метров как раз. Затем я бы хотела упомянуть нашего юного чемпиона, рекордсмена мира, чемпиона России, рекордсмена мира, чемпиона трясомных игр Алексея Дегтярева. Это спорт людей с интеллектуальными нарушениями. Класс СД. Синдром Дауна. Так, и какой вид спорта это? Плавание. Плавание. Это плавание. Это плавание. Галина, а вот у меня сразу вопрос. Ну вот, как вообще происходит, скажем так, набор в вашу организацию? То есть вы исходите от спортсмена, да, от его вида спорта, или наоборот? Вот берем только лучников, шахматистов, пловцов, или, допустим, к вам придет человек с какими-нибудь выдающимися данными в другом виде спорта. Вы будете им заниматься, развивать его как-то? Ну, да, конечно, смотря какой-то вид спорта. У нас возможности есть заниматься, ну, стрельбой звуков. Вы поняли? Если у нас еще шахматист появится, Стасик, может быть, кого-то из своих товарищей. Ну, шахматы особо не требуют специальной инфраструктуры, скажем так, внутренне. Есть у нас возможности. Плавцы этому тоже поняли. Плавцы. Еще очень, значит, интересная у нас есть история. Это детская слэдж-хоккейная команда «Умка». А слэдж-хоккей – это что? Слэдж-хоккей – вид спорта для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Они ездят на специальных санях. Этот вид спорта был основан в Швеции в середине 60-х годов. Его придумали инвалиды, ампутанты. Колясочники. Этот вид спорта представлен на Паралимпийских играх. Совершенно верно. Репортажи с матчей всегда по телевизору показывают. Я думаю, что наши зрители знают, о чем идет. Конечно. Ну, тогда для меня. Команду наших детей тренирует серебряный призер Паралимпийских игр в Сочи, заслуженный мастер спорта Селюкин Вадим Николаевич. А дети у вас занимаются... Это какой возраст примерно? Значит, мы набор осуществляем где-то с 10 лет. И до? Ну, до 18-ти или... Нет, значит, где-то лет до 14-15. И то нужно смотреть на ребенка. Вот. Но с 10 лет у нас... Пожалуйста, у нас все занятия бесплатные. В нашем распоряжении два раза в неделю, а в летний период еще больше. Ледовый дворец, армада. У нас совершенно замечательная экипировка, оборудование. Еще раз я хотела подчеркнуть, что все это предоставляется детям бесплатно. Бесплатно. И, может быть, вот даже в этой передаче нас кто-то услышит, у кого детки с поражением опорно-двигательного аппарата, но при этом должна быть верхняя часть туловища функциональная. Добро пожаловать к нам в команду. Еще раз подчеркиваю, все бесплатно. И очень-очень важный момент. Все зависит от родителей. Вот те детишки, которые у нас занимаются, в частности, в этой команде, это все родители. Если родители ребенка не приведет, ничего не будет. Ну, конечно. Поэтому я бы хотела обратить внимание... Приводите их, привозите. Некоторые ребята к нам ездят, мамы возят их сами на машине с другого конца Москвы. Не только Одинцовские ребята у нас занимаются. А сколько у вас игроков, сколько у вас ребят занимаются? У нас сейчас в команде 11 человек. 11 человек. И я бы хотела похвастаться нашими достижениями. В этом году мы в очередной раз, во второй раз, выиграли фестиваль Федерации адаптивного хоккея России. В прошлом это называлось детская слэш-хоккейная лига. Вот уже второй раз мы побеждаем в этих соревнованиях. Скажите, а у вас только юноши занимаются, скажем так, или девушкам тоже можно, девочкам? Значит, формат соревнований бывшей детской слэш-хоккейной лиги, сейчас это Федерация адаптивного спорта, предполагает участие девочек в команде. Но у вас в команде девочек пока нет. Есть одна. Есть одна девочка? Одна девочка у нас есть. Можно о ней пару слов? Мне просто тоже, как девочке, очень интересно. Да, вы знаете, совершенно замечательная девчушка, зовут ее Наталья Шупейкина. Она знает все про всех. Она знает все про слэш-хоккей. Она знает все про всех наших друзей-соперников. Очень активно всегда и на льду себя ведет, и к тренировкам относится. Но она тренируется наравне с мальчишками, да? Да. Единственное, некоторые там вот в силу заболевания функциональные данные не позволяют ей там набирать скорость, маневренной быть, как вот некоторые другие наши игроки, у которых вот функциональности они лучше немного, так скажем. А так мы очень ей гордимся. Она берет упорством, я так понимаю, упорством и знаниями. Да, упорством. И, вы знаете, все мы ее очень любим. Все. Вот без нее как бы даже и команду себе не представляем. Абсолютно. Замечательно. Станислав, у меня еще к вам есть пара вопросов. Скажите, пожалуйста, вот про психологию я поняла. Ну, то, что главное увлечение в вашей жизни – это шахматы, потом вам интересна психология. А что еще? Чем еще вы увлекаетесь в жизни? Что вам еще нравится делать, узнавать? Ну, я закончил еще одно образование, у меня есть. Ну, то есть после психологии хотелось какое-то шахматное образование получить. Вот. И закончил в итоге РГУФК. Это Российский государственный университет физкультуры и спорта сейчас. То есть там шахматная кафедра есть. Факультет шах. Шахматный факультет, да? Нет. Нет, это ты. Там называется кафедра интеллектуальных и индивидуально-игровых видов спорта. Как раз шахматы подпадают под эту кафедру. И два года там закончил обучение тоже магистратуру. Там спорт высших достижений и системы подготовки спортсменов называется направленность этой магистратуры. Ну, и как раз в дополнение, ну, к своим шахматным знаниям, они готовят именно преподавателей физкультуры. То есть, ну, для того, чтобы в будущем иметь возможность преподавать шахматы. Ну, я люблю спорт. То есть, ну, как зритель, там, футбольный болельщик, то есть в этом во всем как бы увлечен и разбираюсь, и люблю историю, географию. Ну, то есть, наверное, какого-то еще такого же третьего хобби, вот, именно узкопрофильного у меня нет. То есть, ну, увлекаюсь всем понемножку. Ну, как, наверное, обычный человек, люблю музыку. А какую? Ну, как просто слушать меломан. То есть... Спасибо большое, что вы к нам сегодня в гости приехали. Действительно очень, ну, во-первых, пообщаться с таким большим спортсменом, с настоящим грейсмейстером, это счастье и честь для нас. Вашему центру низкий поклон. То, что вы делаете и то, чем вы занимаетесь, конечно, это заслуживает, ну, мягко говоря, уважения. Да, спасибо. Спасибо, мы ждем всех, и взрослых, и детей, родители, приводите детей. Вот, и, как бы, всегда двери наши открыты. У нас есть сайт. Да, и на сайте вся подробная информация. Одинец.ру. Там подробнейшим образом все расписано, где наши занятия происходят, какие у нас есть занятия, какие виды спорта, какие массовые всякие активности для вот контингента, для разного, причем контингента, с разными инвалидов, но с разными нозологи. Мы вас ждем в гости. Добро пожаловать к нам в студию. Приходите с лучниками своими замечательными. Да, с пловцом, с вашим замечательным. Обязательно. И даже с нашей слэдж-хоккейной командой. Да, и с хоккейной командой обязательно. Будем рады вас видеть. Это будет очень интересно. Конечно. Станислав, а вам огромное количество новых побед, новых достижений, новых рекордов и новых титулов. Ну что, дорогие друзья, мы встретимся с вами в нашей студии. Наша программа продолжается через несколько секунд. А вам спасибо еще раз за то, что приехали к нам. Спасибо. Какой все-таки светлый, добрый парень и какой умница. Ты знаешь, вот когда встречаешь на своем жизненном пути таких людей, как-то неловко становится за свои какие-то проблемы, знаешь, за свое нытье какое-то. Что-то не получается, что-то не можешь добиться, на что-то сил не хватает. Все время ссылаемся на что-то, на какие-то проблемы. Жалуемся. Жалуемся, жалуемся. Вот человек. И поставил цель, и добился ее. Несмотря ни на что. Действительно, при этом абсолютно светлый человек, абсолютно чистый, добрый. И какая умница. Два высших образования. Столько титулов. Гроссмейстер, столько титулов. И очень хочется, чтобы все в жизни у него сложилось, да у него уже все в жизни сложилось. И я уверен, что сложится еще больше. Ты знаешь, вот именно такие гости в нашей студии заряжают как раз-таки бодростью и позитивом каждый раз, который мы анонсируем нашим зрителям. А вообще шахматы, безусловно, интереснейшая игра, которая развивает интеллект. А интеллект нужно развивать в любом возрасте, потому что это не просто расширяет твой кругозор, делает тебя интересным собеседником. Это делает твою жизнь полной и насыщенной. Но, правда, к слову сказать, развивать интеллект можно не только шахматами. Но это для тех, кто не умеет играть в шахматы. Например, отлично для этого подходит чтение. Безусловно. И не просто подходит, а это первостепенно, мне кажется, для развития интеллекта, именно чтение. Дорогие друзья, но если вы не знаете, допустим, что бы вам такого прочитать, то смотрим нашу рубрику про чтение, в котором все подробно расскажем. Сегодня представляю вам книгу английской писательницы Фрэнсис Бёрнетт «Маленькая принцесса». Эта книга написана более ста лет назад, но она актуальна и в наше время. Эта книга, этот роман, учит добру, милосердию, учит детей понимать то, что, в принципе, из каждой ситуации можно найти выход. Главная героиня, Сара, девочка из очень богатой семьи, изначально имела все. Но потом так случилось в ее жизни, что отец погиб, и она осталась фактически без средств к существованию. Но ее бесконечная вера в добро, ее жизнелюбие, ее милосердие, ее умение находить во всем только хорошее помогло ей выжить в этом жестоком мире, и в итоге все для нее закончилось благополучно. Что хочется еще рассказать, что, в принципе, эту книгу я бы порекомендовала для совместного чтения родителей вместе с детьми. Потому как вы для себя сможете очень многое открыть, именно прочитав и осмыслив какие-то вещи, да, и обговорив их вместе со своим ребенком. Неважно, красивая это или нет, богатая или бедная. «Главное, как ты поступаешь и что ты думаешь». Вот ключевая фраза из книги, которую говорила главная героиня Сара. Сам роман ориентирован на детей среднего и младшего школьного возраста. История, как я уже и говорила, она, несмотря на то, что написано в 1905 году, она актуальна на все времена. Как бы ни было тяжело тебе в жизни, какие бы испытания на твою долю не выпадали, что бы ни происходило, никогда не нужно терять присутствие духа, веру в людей, веру в добро. Трогательная сказка о принцессе Саре Кру. Принцессе не только по количеству и объему богатств и сокровищ, а по наличию душевной доброты и теплоты, учит детей быть такими же добрыми, милосердными, учит тому, что в жизни нужно всегда идти дорогой сердца, поступать по справедливости. Этот роман о маленькой принцессе и другие замечательные книги вы найдете в нашей библиотеке. Будем очень вас ждать. Знаешь, не очень умные люди говорят, женщина должна быть или умной, или красивой. Я с этим не согласен. А то сейчас опять начнете меня обвинять непонятно в чем. Я считаю, что женщина может быть и умной, и красивой. А помогает ей в этом наша программа, кстати. Если вы будете смотреть наши рубрики, то вы будете и умными, и красивыми. Вот сейчас после рубрики про чтение мы сразу смотрим рубрику про бьюти. Вот так. Всем привет! С вами я, Ксюша Антонова. И вы смотрите про бьюти. Наша сегодняшняя тема – идеальная диета для волос. Лучшая диета для волос – это продукты, богатые цинком, железом и кальцием. Идеальные волосы – это сбалансированное питание, богатое минералами и витаминами. Витамин С улучшает кровообращение кожи головы и активирует рост волос. Конечно, только диета и неправильное питание не решат все проблемы с красотой и здоровьем волос. Не забывайте баловать себя и свои волосы с салонами и уходами. А сейчас мнение бьюти-эксперта, стилиста по волосам Романа Цокоти. Конечно, красный перец – это очень вкусно, но никакого отношения к здоровью волос это не имеет. Здоровый образ жизни, сбалансированное питание, правильно подобранные средства вашим крутым специалистам – вот это залог здоровья и красоты ваших волос. Спасибо, Роман. На сегодня это все. Вы смотрели про бьюти с Ксюшей Антоновой. Желаю вам приятного дня. Денис, вот сегодня с утра, пока меня гримировали, я случайно наткнулась на одну забавную астрологическую статью, в которой было сказано, что все дела, все планы и свершения нужно обязательно завершить до 28 июля. Потом Юпитер войдет, я сейчас выписала себе, потом Юпитер войдет в ретроградную петлю, что осложнит любые важные начинания, как профессиональные, так и личные. А когда выйдет ты из этой петли? Или это надолго? До этого момента я не дочитала. Об этом еще звезды не сообщили тебе. Но я хотела бы сказать, что чтобы планировать, спланировать все свои начинания, спланировать прежде всего нужно свой день. И сделать так, чтобы он был продуктивным, полезным, обходить, так сказать, острые углы, которые приготовила нам судьба. Для этого нам поможет наша рубрика про гороскоп с Викторией Штельхортом. Ах, вон о чем-то. Ну хорошо, давайте посмотрим эту рубрику. Доброе утро. Меня зовут Виктория Штельхан. Это рубрика про гороскоп. Смотрим для вас рекомендации от карт на день. Овны, для вас на сегодня рекомендация – это восьмерка Пентаклей. Карта сосредоточенности, концентрации, особенно на своей работе, на любых своих задачах, на быте. Все, что бы вы ни делали, делаем с максимально высокой концентрацией. Также восьмерка Пентаклей рекомендует ориентироваться на качество, стараться делать не просто любые свои задачи, которые вы себе придумали на день, а делать их очень качественно, старательно, оттачивать мастерство. Если есть вам чему научиться, где точить мастерство, пожалуйста, активируйте. Тельцы. Пятый старший аркан, жрец, рекомендует вам поверить в свой голос. Особенно в голос, да, вот не бояться каких-то публичных выступлений, сказать какие-то рекомендации, кого-то куда-то вот направить, дать от себя какой-то посыл, даже стать в некотором плане коучем для кого-то. И также пятый старший аркан рекомендует ставить перед собой глобальные цели. И не просто какие-то материальные или меркантильные цели, а глобальные, даже духовные цели, к чему вы стремитесь, что для вас важно. Близнецы. Туз кубков, первый аркан среди кубков, рекомендует сегодня прямо даться любви, исцелению, течению, каким-то вот очень приятным эмоциональным состоянием. Ведь что нас исцеляет? Кого-то исцеляет смех, кому-то исцеляют слезы. Все это про туз кубков. Поэтому некоторые исцеления, а также принятие кого-то или чего-то в своей душе и состояние любви вот прям прописаны вам на целый день. Раки. Двойка Жезлов рекомендует вам сегодня не торопиться с выводами. Как бы не хотелось сделать шаг, подождите, подготовьтесь, подготовьте себя, обстановку, возможно, как-то соберите свою силу, сделайте что-то для того, чтобы энергии скопить, чтобы ее хватило на потом. Также двойка Жезлов рекомендует строить планы, но пока что сильно к их исполнению не переходить. То есть, да, что-то вы делаете сегодня в течение дня, но уже сегодня есть смысл думать глобально наперед, что же вы сделаете завтра. Львы. Рыцарь Жезлов вам рекомендует не упускать шанс. Вот прям реагировать максимально быстро, мчаться, делать, успевать, со всем справляться. Вы все успеете, вам на все хватит сил, вам на все хватит внутреннего огня. Главное, не упустить момент. И сегодня можно прям постараться на максимум. Даже если потом кажется, что сил не останется, вот в ходе такой сегодняшней отдачи вы можете добиться очень хороших результатов. Девы. Рыцарь Пентакли вам рекомендует делать очень плавные шаги. В отличие от того, какая была рекомендация у львов, вам наоборот. Очень медленно, постепенно, понятно, продуманно, рационально, трезво, взвешенно, очень практично подходить к любому делу. И также позаботиться о своем здоровье сегодня. Постараться выспаться, постараться хорошо покушать, постараться вовремя все успеть, дать достаточно физической нагрузки. Постарайтесь о своем теле. Позаботьтесь о своем теле. Весы. Король кубков вам рекомендует сегодня быть в некотором смысле наблюдательным, а в некотором смысле человеком, который является психологом для окружения. Если сегодня вокруг вас окажутся какие-то люди, либо вы будете работать или находиться в коллективе, почувствуйте тот факт, что вы можете и считать ту энергетику, и те эмоции, которые будут происходить вокруг вас, и повлиять на нее. Сегодня вы сможете стать источником приятных эмоций и атмосферы для очень многих людей. Скорпионы, Девятка Пентаклей советует вам вкладываться в себя. Вот прямо в себя, в себя любимого, осознать то, что вы заслужили, осознать, какой вы молодец, похвалить себя. Порой и это обязательно нужно, поэтому Девятка Пентаклей говорит, что сегодня тот самый день. Также, Скорпионы, забота о своем жилище, о своем доме, о своем базовом каком-то формате, о своей базе, о том, что вас кормит. Возможно, действительно это питание, возможно, это кухня, возможно, это спальня, что-то, что дает вам энергии. Позаботьтесь об этом пространстве обязательно. Стрельцы. Девятый Старший Аркан Отшельник вам рекомендуют сегодня подводить планы, анализировать, думать, изучать, заниматься информацией. Это крайне сегодня полезно. И также Девятый Старший Аркан очень любит подводить что-либо к концу, подводить что-либо к завершению, к какому-то выводу, итогу. И если вы давно не решались, не могли собраться как-то силами, были неуверены, вот сегодня максимально для этого подходящий день. Также Девятый Старший Аркан рекомендует в том числе уделять время не только себе, но и тем людям, кому требуется ваше внимание. Очень часто по Отшельнику действительно идет такая большая отдача. Козероги Королева Жезлов рекомендует вам сегодня быть собой, быть максимально собой, открытыми, искренними, настоящими и показывать свой истинный характер и даже свои таланты. Вспомните, какие у вас есть способности и умения, что вы умеете делать лучше, чем другие, в чем вы действительно хороши, в чем вы чувствуете себя уверенными. Сегодня есть мысль как-то свои эти таланты активировать. Водолей, 16-й Старший Аркан Башни рекомендует дерзать, не бояться вызывать какую-то провокацию, не бояться сделать какой-то резкий шаг или даже дерзкий, неожиданный. Это будет полезно, как будто вот прям день для этого максимально подходит. То есть то, что вы хотели поменять, те направления, те события, те сферы жизни, в которых вы хотели каких-то, какого-то освобождения, даже может быть некоторые трансформации, вот сегодня занимаемся тем самым. Рыбы, рекомендация вам на день заняться, во-первых, семьей, во-вторых, обязательно заняться вопросами финансов, недвижимости и инвестиций, все, что вас кормит потом впереди, в будущем. И также король Пентакли говорит денюжки, денюжки, денюжки. Это прям любимое слово короля Пентакли, поэтому все вопросы, связанные с финансами вашими, вашей семьей, возможно, вашей компании, есть смысл сегодня разрешить. И причем не просто вопросы, сколько там мы сегодня заработали, а прям глобальные, да, на месяц, на год и более. Всем продуктивного дня! Удивительное рядом! Начинайте утро вместе с нами, и вы узнаете много нового, полезного и интересного. Ну что, дорогие мои, вот середина недели, полнедели рабочая уже пролетела. Я думаю, что с нашей программой оставшаяся половина недели пролетит так же быстро и незаметно, как и первое, а впереди нас ждут выходные. Итак, увидимся завтра, тоже время, на том же месте телеканал ОТВ, программа «Про утро». До завтра, мои хорошие! Хорошего дня вам! До завтра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова